На 24-м километре трассы Камышлов-Сухой Лог, там где дорога имеет некрутой загиб, приключился смертельный бой между грузовичком Исудзу и более крупной красноголовой фурой Скания. В каком из грузовиков погиб водитель, нетрудно догадаться. Декорация такая. 28-летний пилот Исудзу, житель Среднеуральска, вчера вечером съездил в село Филатовское, что в Сухоложском районе, разгрузил там металлоконструкции для теплиц, загрузился другими металлоконструкциями и поликарбонатом, ну и направился в рай, центр, Сухой Лог. В 12-м часу вечера, уже сильно в потьмах, в том месте, где трасса загибается вправо, рулевую Судзу с 11-летним стажем вождения и 18-ю административками за НПДД не справился со скоростью и сухой дорогой, грузовик вылетел на чужую и лоб в лоб воткнулся в первый встречный ТС, коим волею небес оказалась фура Скания, пилотируемая 52-летним жителем Оренбургской области. Он вез из Сухого Лога в Тюмень 21 тонну цемента. Про этого водителя гаишники сообщают, что он был трезв, стажу за плечами имел 34 года и всего два нарушения ПДД. Ну, в общем, такой образцовый пилот. Но к нему-то вопросов не было. Он в этом лобовом таране вообще не виноват. Вопросы возникли к рулевому Исудзу. Ну, в смысле, почему он вылетел на встречку? Однако через полтора часа все вопросы отпали естественным образом. Потому что виновник замеса скончался в реанимации Сухоложской ЦРБ. Известно, что оба водителя были обременены, но более тяжелое и твердое Скания продавило Исудзу морду до такой степени, что ремень не уберег 28-летнего пилота от погибели. 28-летний водитель грузового автомобиля Исудзу, двигаясь со стороны села Филатовского, Сухоложского района, на криволинейные участки дороги допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло обаущее столкновение с автомобилем Скания в составе полуприцепа. Грузовым автомобилем Скания управлял 52-летний мужчина, который вез с цемент из города Сухолок к городу Тюмень. В результате происшествия водитель Исудзу от полученных травм скончался в реанимационном отделении больницы. Водитель Скания травм не получил. Гаишники обследовали место ДТП и каких-либо неудовлетворительных дорожных условий не обнаружили. Просто некрутой изгиб дороги, с которым рулевой с 11-летним стажем не справился, но можно сказать погиб на ровном месте. Госавтоинспекция призывает водителей совершать необдуманных маневров, соблюдать скоростной режим, быть внимательны на дороге. Откажитесь от поездки, если чувствуете усталость или недомогание. Субтитры создавал DimaTorzok